Спокойной жизни за то, что мы боремся за свою землю и за право быть хозяевами на ней, нам никто не обещал. Поэтому сейчас как никогда нам нужно мобилизовать все ресурсы, производственные, технологические, финансовые, интеллектуальные, для того, чтобы и народы, и не другие видели, что мы состоявшееся государство. Для этого правительству и Нацбанку, местным властям, парламентариям предстоит выработать комплекс мер по поддержке и развитию внутреннего потенциала, расширению производства востребованных товаров и услуг. Речь идет даже не о помощи деньгами или особыми льготами. Зачастую следует просто убрать застарелые барьеры, преграды, какие-то ненужные согласования и прочую возню. Думаю, администрации президента и руководителям парламента надо подготовить предложение, чтобы перенести в это время центр тяжести принятия решений на губернаторов, чтобы они не бегали по правительственным кабинетам и не обращались к президенту за какими-то лишними согласованиями. Я хотел, чтобы вы это услышали и реализовали. Если отечественный производитель готов занять внутренний рынок, где до этого хозяйничали иностранные конкуренты, надо дать зеленый свет таким инициативам и на всех уровнях власти оказывать им максимальное содействие. Думайте, пожалуйста, как помогать таким инициативам. Я хочу, чтобы меня услышали все, от председателя сельского исполнительного комитета до премьер-министра, правоохранительных и контролирующих органов. Если нужны дополнительные полномочия, в частности губернаторам, для быстрых решений на местах, вносите предложение немедленно. Ну, в принципе, это ваше дело. Контроль будет за конечными результатами. Есть результат, есть работа. Нет результата, до свидания. Идет война, и сейчас не до бумажек. Сейчас не до каких-то галочек, палочно-галочной этой системы.